А, слушай, действительно может что-то получиться? Вот я уже как-то, у меня уже иногда вот, уж насколько я такой вот целеустремлённый, но иногда руки опускаются, что действительно может что-то получиться? Не боги горшки обжигают. Историю творят небезразличные люди. Если находится человек, которому небезразлично что-либо в данный момент, это означает, что начинает твориться история. Если появляются люди, если они собираются в какую-то группу и начинают заниматься какой-то проблемой, у нас наверняка всё получится. Мы обречены на успех. Получится, да. Это моё положение. Это моя уверенность по жизни. Это мой девиз союзненный. У нас наверняка всё получится. Если народ видит проблемы, наша история в наших руках. Клинка, вот пофантазируем, давайте. Какие вы видите первые результаты? Всё, есть. Собрали мы Координационный Совет. И вот поверьте, туда придут люди, которые будут не только ля-ля, тополя. Они действительно небезразличны к этой проблеме. Я вот развалился с ними со всеми. Вот с прокурором Стояновым. Он два часа мне давал интервью. Я вам скажу так. Вы говорите, вы начали с того, что давайте пофантазируем. Но я реалист, поэтому я реально понимаю, что будет много препятствий. Какие? Ну, первое. Первое препятствие, которое может быть, это пассивность людей. Да нет, это первые лица будут. Они команды будут давать. И как бы мы же будем, я так понимаю, Андрей в правлении. У нас же будет какое-то небольшое такое правление, человек пять. Вот трое уже есть. Нам бы еще двоих. Вот трое честно есть. Двое прямо с вашей командой. И вот нам еще двоих, как бы с другой командой, чтобы мы стали так по кругу. И есть кому давать команды. И они готовы как бы принимать эти команды. Вот я вам скажу, сегодня, ну я не хвастаюсь, но это факт. Сегодня наш главный милиционер города Николаева, я ему звоню, он мне говорит, Юра, тебе срочно надо встретиться, или до утра подождешь? Я говорю, да, в принципе, до утра подожду. Я утром к нему прихожу в кабинет, у него полный приемная милиционера, он говорит, заходи, давай, что там. Смотрите, я вам скажу так, что даже если мы закроем сейчас все наркоточки, это не решит проблему. Однозначно. Проблема не будет. Это более того, это согубит проблему. Что же будут делать темные наркоточки? Поэтому нам нужно бороться с этой проблемой, с разной стороной на всех уровнях. Это я понимаю. Это я прекрасно понимаю. Поэтому смотрите, что я вижу здесь, очень важно. Первое, смотрите, мы боремся с вами с самой проблемой. Но легче не бороться, легче предотвратить проблему. Кстати, подождите, сразу же этих наркодилеров, которые там смотрят, сейчас будут смотреть эту передачу, я хочу сразу сделать официальное заявление. Я не буду брос, уничтожать этих наркодилеров. Я хочу заниматься, я учителям всю жизнь мечтал, я хочу деткам читать лекции, хочу с 5-6 класса. Вот я нашел, знаете, где еще детки не курят? 5-6 класс. Вот это еще такой порох. Вот 5-7, уже все. Уже пошел процесс. Уже пошел процесс. 8-9, 10-й, все, уже там пошел процесс. Вы же со мной согласны о том, что наркотик это сигареты прежде всего? Я согласна, с этого начинается. Есть, значит, что дальше? Ну, нам необходимо, вот я думаю, вот это движение военно-патриотическое, какие-то другие движения, это то, что поможет детям найти себя. Дети начинают бросаться в наркотики, бросаться в ранее добрачные отношения и так далее. То есть список, он до бесконечности можно был продолжать. Они бросаются туда из-за безделия, отсутствия цели, из-за отсутствия идеологии. Потому что когда у нас был Советский Союз, плохо это или хорошо, сейчас об этом спорят, но была идеология, дети были чем-то заняты, они имели цель в жизни. На сегодняшний день страна наша молодая. И первые десяток лет у нас ушло просто на то, чтобы финансово как-то выстоять. И люди практически все, начиная от академиков, заканчивая сантехниками, все бросились на базар, в черночных, просто для того, чтобы выжить. И как-то прокормить своих детей. И вот этот момент идеологии, он был упущен. И у нас просто там, у нас нет ценностей. Почему сейчас такая массовая у нас статистика наркомании, наркопреступности и так далее? Это потому, что нет, не заложены эти правильные ценности. И я думаю, что с этой проблемой нужно бороться одновременно на всех уровнях. Первое, мы помогаем родственникам, мы работаем непосредственно с самими наркозависимыми, давая им, оказывая им помощь реабилитационную. И мы работаем с детьми для того, чтобы они не сделали этот шаг. А есть что-то у кого у нас поучиться вообще? Кто-то это делает так широкомасштабно, вот в каких-то других городах? Есть. Где? Киев есть, развивает эти движения. По всему, клеща, как уходят малолетки с пивом. Но сейчас все это только поднимается и зарождается. Как зарождается это в Николаеве, так это зарождается сейчас по всей Украине. Я скажу, что зарождается подобное движение. В Киеве даже нет движения родителей, или вроде наркотиков. Ну, там есть другие движения, не менее... В Киеве есть... Подождите, как его... Не меньше раз, но... Как его чудачок такой классный, я с ним встречался в Киеве, который аптеки полил. Да, Роман Трохин. Роман Трохин. Да. Классный. Он очень серьезный этой проблемой. Конкретно. Вот это конкретно. А проблемой родителей против наркотиков занимается Мила Анатольевна Гонуха. И занимается достаточно давно, и занимается очень серьезно через фонд Натальи Потопаев. В Киеве, да? В Киеве. И она имеет большой успех. Она может и консультировать нас, и она может оказывать реальную помощь консультационную. Хорошо. Еще раз. Какими проблемами мы столкнемся? И каких результатов мы ожидаем? Ну, первое, что я... Те результаты, на которые я настраиваюсь и нацеливаюсь, это локализовать эту проблему вообще по Украине. Начнем с Николаева. Начнем с Николаева. Начнем с Николаева. Покажем, докажем в Украине, что это реально, это возможно при... Если мы говорим о национальном движении, то мы не должны ограничиваться рамками этого города. Мы начинаем здесь, и здесь у нас актив. Но мы собираемся распространить просто это движение по всей Украине. Я думаю, это здорово. Ну что, с Богом? С Богом.